Ну а теперь, после того, как мы рассмотрели решение домашней задачи, изучили возможность работы в разных средах ЛИСПа, давайте рассмотрим следующий теоретический материал. Операции сравнения. Понятно, что операции сравнения можно использовать в Хоум ЛИСПе только над числами. Операции сравнения записываются в общем виде, вот как показано на этом слайде. Операция сравнения больше-меньше, больше или равно, меньше или равно, на самом деле может применяться не к двум аргументам, как это было бы при инфиксной записи в традиционной алгебре, а может применяться к любой конечной последовательности аргументов. В частности, вот такой вызов больше Х1, Х2, Х3 и так далее, ХН возвратит истину, если последовательность Х1, Х2, Х3 и так далее, ХН является строго возрастающей. Соответственно, если бы на месте галки стояла бы галка и знак равенства, то тогда эта функция вернула бы истину в том случае, если бы последовательность была не убывающей. То есть каждый следующий член был бы больше или равен предыдущему. Ну и аналогично для меньше, меньше или равно и не равно. Вот если использовать в качестве операции знак неравенства, то тогда можно определить, есть ли соседние совпадающие числа в некоторой последовательности. Что это означает? Это означает, что для того, чтобы решить, является ли последовательность упорядоченной, ну скажем, возрастающей или не убывающей, достаточно выполнить всего одну команду. А в других языках, например, в Pascal, или в C, или в Java, нам бы понадобился цикл, как ни крути, и в Python тоже. Как ни крути, это следствие инфиксной записи выражений в традиционной алгебре. А в LISP используется префиксная запись, и она даёт в этом смысле большое преимущество. Это следствие префиксной записи. Ну, в основном, конечно, в реальных программах мы всё-таки используем два операнда. Сравниваем за один раз два значения, но не следует забывать, что можно сравнивать и больше, если это уместно. То есть надо знать возможности языка. Ну, это всё об операциях сравнения. Теперь давайте рассмотрим логические операции. Без логических операций невозможно написать сколь-нибудь серьёзную программу на любом языке. Поэтому владение логическими операциями – это, я бы сказал, необходимые условия успешного программирования. Какие мы знаем логические операции? Их в действительности, в такой расхожей форме, их три – и, или, и, не. Через эти операции можно выразить все остальные логические функции, которые мыслятся, и мыслимые, и немыслимые. Вот мы давайте рассмотрим самые важные операции – и, и, или. Естественно, в LISP они обозначаются and и or. Начнём с and. Вот как выглядит функция and в LISP. Она тоже может принимать не обязательно два выражения, а любое количество выражений. Выражение 1, выражение 2, выражение 3 и так далее. Любое конечное количество выражений. Логика работы функции and такова. Вычисляется выражение первое. Если его значение не есть nil, то есть отлично от nil, то тогда переходим к вычислению выражения 2. Если его значение тоже не nil, то вычисляем выражение 3. И так бежим по цепочке до тех пор, пока либо мы достигнем конца, либо мы достигнем выражения, значение которого есть nil. Если все выражения, которые мы встретили по дороге, имеют значение отличного от nil, то результатом всей функции and будет значение последнего выражения. То есть все выражения вычислятся, а последнее значение, значение последнего выражения будет результатом всей функции and. Я вам напоминаю, что в лиспе все на функциях, а функция обязана возвращать какой-то результат, хотя бы формальный. Но в данном случае тут даже и неформальный результат. Если же в процессе вычислений нам встретился nil, то есть как очередное выражение имеет значение nil, то результатом всей функции and тоже будет nil. И что важно, все выражения, которые стоят правее выражения давшего nil при вычислении, они даже не будут вычисляться. В этом нет никакого смысла. Ведь and на самом деле истина тогда и только тогда, когда истинны все посылки. Если хотя бы посылка, это аргумент логической функции. Когда хотя бы один аргумент ложный, то результат будет ложным уже вне зависимости от остальных аргументов. И их можно не вычислять. Лисп так и поступает. То есть, как вы понимаете, если вы помните табличку классификации функции лиспа, то вы должны догадаться, что функция and является функцией типа fsubr. То есть она ведет себя нестандартно. Она не вычисляет все свои аргументы. Она их вычисляет в процессе реализации своего алгоритма. Ну, вот это, посмотрите, я обозначил этот слайд как хитрости функции and. На самом деле хитрости никаких нет, если понимаешь внутреннюю логику. Вот я написал два выражения. and плюс 5,6 и минус 7,9. Начинаем, ну, станем на точку зрения функции and и начнем вычислять выражения последовательные. 5 плюс 6,11. Не nil, не nil. Значит, переходим дальше. Минус 7,9 это минус 2. Тоже не nil, тоже не nil. Но у нас цепочка выражений кончилась. Значит, минус 2 и будет результатом нашей функции. Другой пример. Плюс 5,6, минус 7,7. Всё совершенно аналогично, но последнее выражение имеет значение ноль. Ноль в лиспе не считается логической ложью, как в некоторых языках, как, например, в джава-скрипте или в си. Нет. Ноль – это ноль, это нормальный атом. Ложью считается только nil. Поэтому в данном случае результат тоже будет равен последнему выражению, то есть нулю. А вот в третьем случае, ну, это, что называется, подстава. Мы вычисляем плюс 5,6 и получаем 11. Это не nil. Потом вычисляем выражение больше 5,6. Но на самом деле второе выражение имеет значение nil. Поэтому результатом всей функции n тоже будет nil. А третье выражение, где мы нарочно пытаемся разделить единицу на ноль, оно даже не будет выполняться. Если бы оно выполнилось, оно бы вызвало бы ошибку деления на ноль. Но этого не будет, потому что перед ним стоит выражение, которое имеет значение nil, и поэтому последнее выражение даже не будет вычисляться. Вот все эти вещи хорошо понять. Ну, еще раз повторяю, что чаще всего, конечно, end и or используются с двумя аргументами. Но могут использоваться и с несколькими. Имейте в виду. И знайте, как происходит вычисление. А вот функция or. Она очень похожа на функцию end, но надо так сказать ей двойственна в логическом смысле. Логика вычисления функции or такова. Вычисляется значение выражения первого. Если получился nil, то вычисляем значение выражения второго. Если его значение nil, то выражение третьего. Итак, мы бежим по цепочке выражений до первого выражения, значение которого отлично от nil. Если дошли до конца цепочки, то и результат будет, естественно, nil. А если мы дошли до первого выражения, которое отлично от nil, то вот этот результат, это значение этого выражения и будет результатом всего нашего вызова, нашей функции or. И так же, как и в случае end, такое поведение or отражает тот факт, что логическое or истинно тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одна посылка. Как только мы нашли хотя бы одну истинную посылку, остальные аргументы тоже вычисляться не будут. Поэтому, если мы после вот этого аргумента, который после вычисления не даёт nil, воткнём, скажем, деление на 0 или какую-то операцию, которая должна вызвать ошибку, она даже не будет вычислена. Ну и у функции or есть такие же хитрости, как и у функции end. Ну вот, например, смотрите, если мы делаем or плюс 5,6 минус 7,9, то в этом случае мы получим не минус 2, как в случае end, а 11, потому что первое же выражение даёт истинный с точки зрения лиспа результат, и он возвращается. А вот во втором случае у нас первый же результат даёт значение t, это истина, и попытка делить 3 на 0 даже не будет выполнена, потому что в этом уже нет никакого логического смысла. Or и так истинна. Ну, для тех, кто знает, кто не знает, я могу сказать, что в математической логике or называется дизюнкция, а end называется конъюнкция. Вот, можно построить таблицы истинности для этих функций, и в лиспе всё это абсолютно один в один соответствует тому, что должно быть в математической логике. Вот мы сейчас так кратко, но вместе с тем достаточно объёмно рассмотрели логические функции. Ну, а что касается функции нот, то у неё только один аргумент. нот и нал, как я вам напоминаю, это, в общем, одно и то же. Используя or, end и нот, вы можете конструировать любые, сколь угодно сложные логические выражения, такие, какие нужны для вашего программного кода. Ещё раз напоминаю, что редкая программа обходится без логических функций. А теперь давайте рассмотрим ещё одну порцию материала, которая прямого отношения к логическим функциям не имеет, но она очень важна в современном лиспе, и я решил вам её дать, чтобы впоследствии этим пользоваться, потому что это даёт очень удобные возможности. Вспомним, что когда мы с вами использовали накопительный параметр при суммировании списка, я вам говорил, что при вызове, во-первых, его нужно обязательно задать, если мы его не зададим, то возникает ошибка, функции не хватает аргументов, во-вторых, его надо задать правильно. Ну, вспоминайте, что накопительный параметр должен иметь значение 0, чтобы правильно накопить сумму или правильно накопить длину списка. Если задать параметр отличным от нуля, то мы получим результат, равный исходному значению параметра плюс длина списка или плюс сумма. Ну, наверное, это нам не очень нужно. И вот для этого в лиспе существуют очень удобные синтаксические средства. Сейчас мы их разберём. Вот, оказывается, что некоторые параметры функции можно при задании функции, то есть в форме defun, объявить необязательными. Для этого нужно в списке параметров перед этими параметрами, их может быть несколько, поставить специальный атом, который начинается с амперсанда, амперсанд optional. Ну, optional по-английски означает как раз опциональный иногда переводит, калькируя. Ну, правильно на русский язык это перевести как необязательный или по выбору. Вот, посмотрите, у нас определяется некая функция, я написал имя функции, но тут может быть что угодно. у неё три обязательных параметра x, y и z и два необязательных по eq. Если мы так поступили, то теперь мы можем запускать нашу функцию вот в таких трёх допустимых формах. Смотрите, если мы вызовем нашу функцию по имени и укажем раз, два, три, то тогда у нас x станет равным единице, y станет равным двойке, z станет равным тройке, а p и q останутся пустыми, то есть будут иметь значение nil. Но это не значит, что функция при этом правильно сработает, это уже зависит от внутренней логики. Но, по крайней мере, ошибки параметров уже не будет. Мы можем задать один параметр. Если мы задаем раз, два, три, три обязательных параметра, а параметр p задаем равным четырем, параметр q остается пустым, он остается nil. И, наконец, мы можем задать все параметры. Раз, два, три, четыре, пять. В этом случае x, y и z у нас по-прежнему будет раз, два, три, p будет четыре, q – пять. Я полагаю, что все тут вам должно быть понятно. Но нельзя писать вот так, как написано в двух нижних строчках. Мы задали 1 и 2, но не задали параметр z, а он обязательный. В этом случае будет выдано, при попытке вызвать такую функцию, будет выдана ошибка. И нельзя писать вот так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, потому что у функции всего пять параметров, шесть параметров она принять при таком синтаксисе не сможет. Мы потом на практике, когда мы закончим вот эту часть теории, потом у нас опять-таки будет практика, и мы на практике посмотрим, как это все будет работать. При этом необязательным параметрам можно присваивать значение по умолчанию. Что значит значение по умолчанию? Это значение, которое параметр будет иметь, если его явно не задать при вызове. Ну вот, например, вот другая функция, у нее два обязательных параметра, x и y, а у третьего параметра, z, он необязательный, и у него значение по умолчанию список ABC. Теперь, при такой записи, когда мы вызываем функцию, указав 111 и 222, то у нас x равно 111, y равно 222, а z равно значению по умолчанию, то есть ABC. Но мы можем вызвать эту функцию вот так. 111, 222, 333, в этом случае параметр x будет равен 111, y 222, y и z 333. Тут, я полагаю, тоже все совершенно понятно. Если не задавать значение по умолчанию, то это значение по умолчанию ядрой лиспа автоматически делает нил. И вот есть еще одна очень удобная возможность. Ключевые параметры. Что такое ключевые параметры? Когда у нашей функции много обыкновенных параметров, ну, когда их 2, 3, это не так страшно. Но у многих функций, многие функции содержат, ну, может быть, десяток и более параметров. Такое тоже возможно. И в этом случае мы должны держать в памяти, мы, программисты, должны держать в памяти, какой параметр должен иметь какое значение. Если, скажем, у некоторой графической функции первый параметр – это графическое окно, второй параметр – это жирность линий, третий параметр – это цвет линии, четвертый параметр – это какая-нибудь заливка, мы должны знать, что на месте первого параметра должна быть ссылка на окно, на месте второго параметра должен быть цвет, скажем, на месте третьего параметра должно быть целое число и так далее. Если мы перепутаем и вместо окна подставим цвет, а вместо цвета подставим целое число, то, наверное, ничего хорошего не будет. Функция, наверное, завершится аварийно. И вот это правильное соответствие параметров, контроль правильности лежит на программисте. И иногда это сильно нагружает память. Было бы приятнее, если бы можно было бы связывать значения параметров не с их позицией в списке параметров. Вот у нас x1, y2. А с их именем это было бы легче для человека. Поэтому в лист введено понятие ключевого параметра. Ключевой параметр, так же как и опциональный параметр, является необязательным. Смотрите, как это выглядит. У функции, которая приведена на этом слайде, два обязательных параметра x и y, поскольку эти параметры стоят первыми, их называют еще позиционные параметры. x от y отличается позицией. Мы, программист, должны знать, что при вызове функции первое значение пойдет в x, второе значение пойдет в y, но не наоборот. Следующие два параметра P1 и P2 являются ключевыми. Что это значит? Они тоже имеют значение по умолчанию, и по умолчанию ядро лист делает их равным nil. Поэтому если мы нашу функцию вызовем просто с двумя обязательными позиционными параметрами, то у нас P1 и P2 получат значение nil, ну а дальше уже как в программной логике, это зависит от того, что происходит в этой функции. Но теперь мы можем задать параметры P1 и P2 вот в такой форме. Мы берем имя очередного параметра, ставим перед ним двоеточие, такой вот чудной атом получается, который начинается с двоеточия, и после него указываем значение P2. Потом берем имя P1, например, ставим перед ним двоеточие и после него указываем значение P1. Но в данном случае я нарочно поменял местами P1 и P2, чтобы вам показать, что теперь порядок не важен. Теперь семерка пойдет в P2, а минус единица пойдет в P1. Ну, кстати сказать, если вам это нравится, вы можете все параметры делать ключевыми. Совсем не обязательно, чтобы у функции были обязательные позиционные параметры. Вы можете их делать ключевыми или необязательными хоть все. Это, в общем, дело вкуса. Но только имейте в виду, что при таком синтаксисе, если у функции есть два обязательных позиционных параметра, то при вызове их нужно обязательно задать. Ключевые параметры вы можете не задавать, подставить со значениями по умолчанию, а вот позиционные – это святое. Поэтому первый вызов, если мы вызываем функции, указав только один параметр единицу, будет ошибка, не хватает обязательного параметра. Но и второй вызов тоже будет плохой, потому что тройку мы подставляем в эту функцию не как ключевой параметр, а как позиционный. А позиционных параметров всего два. Третьему параметру здесь места нет. Кстати, вы можете задать только P1 или только P2. Это уже ошибкой не будет. Вот мы рассмотрели ключевые параметры. Понимаете, это всё не очень трудно и на практике достаточно быстро понимается. Ну вот мы после того, как закончим с теорией, следующая часть у нас будет чисто практическая, мы там с этим потренируемся. Ну, я вам напоминаю здесь, что ключевым параметрам можно присваивать значения по умолчанию, как и необязательным параметрам. Они являются необязательными. Ну и, наконец, есть очень интересная возможность создания функций вообще с неопределённым числом параметров. с неопределённым числом параметров. Вот эта возможность сейчас есть в большинстве языков программирования. Ну вот, кто из вас, например, знает функцию printf в языке C? Наверное, все, кто учил C, а я полагаю, что те, кто меня сейчас слышит, наверное, все имеют представление о языке C. Так вот, посмотрите на функцию printf. Ведь это же не оператор языка, это функция, библиотечная функция. Сколько у неё параметров? От одного до какого-то неопределённого количества. Как это делается в языке C? Там есть специальный синтаксис. Вот специальный синтаксис есть и в LISP. В LISP это получается очень естественным образом. Вот в данном случае мы задаём функцию, у которой два обязательных параметра. Ну, как они привязались ко мне, так я их и пишу. X и Y. А их вообще может и не быть. Потом указывается специальный атом ampercent rest. И после него ставится всего один атом, ну, в данном случае параметр Z. Важно, что вот эта конструкция ampercent rest и Z, ну, вместо Z может быть, конечно, любой другой параметр, это воля ваша, как его обозначать, он должен быть в списке параметров самым последним. Это важно. Значит, после ampercent rest может быть только один параметр. Тогда эту функцию можно будет вызывать с любым количеством параметров. И что при этом произойдёт? Первые два параметра попадут в X и в Y, а все остальные автоматически соберутся в список, и этот список попадёт в Z. Ну, а дальше уже внутри функции вы можете этот список разобрать. Для этого есть кар и КДР в нашем распоряжении. И, так сказать, вперёд, ребята. У нас получается синтаксическая возможность построения функций с неопределённым заранее числом параметров. Вот как это работает. В данном случае определяется функция F с двумя обязательными параметрами и довеском Z. Теперь, если я вызываю эту функцию вот в такой форме, F111,222, потом 3,4 и так далее. У нас X будет равно 111, Y будет равно 222, а Z станет равным списку 3,4 и так далее до 9. Вот. Ну, на этом мы с вами теоретическую часть заканчиваем. И в следующем фрагменте, в следующем нашем видео мы начнём воплощать наши теоретические знания в практику. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok